Эти люди могут гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. В Иванове состоялся спортивный праздник «Парус надежды», посвященный Международному дню инвалидов. В мероприятии приняли участие около ста детей и взрослых. И все они пришли сюда, чтобы сдать нормативы ГТО, так называемую демо-версию. Буквально летом 2019 года организаторы разработали программу для того, чтобы нормативы комплекса ГТО смогли выполнить и лица с ограниченными возможностями здоровья, в зависимости от их вида заболеваний. И наш муниципальный центр ГТО принял в этом активное участие. Во внедрении комплекса ГТО следили с ограниченными возможностями здоровья, потому что мы большую физкультурно-спортивную работу с ними организуем. И сегодня муниципальный центр ГТО, судьи ГТО предлагают участникам мероприятия попробовать свои силы в выполнении нормативов согласно своей группе заболеваний и своей возрастной группе. Если проба будет удачной, результат можно зачесть. Если нет, то потренироваться и сдать по новой. Буквально днем ранее на закрытии Всероссийского фестиваля уникальные люди ивановским параспортсменам были вручены первые знаки ГТО. Нормативы покорились пяти ивановцам. Конечно, приятно. У нас, тем более, сдача ГТО проходила в рамках параспартакиада Ивановской области, которая уже традиционно и ежегодно проходит. И в рамках этой параспартакиады нормативы ГТО были включены как соревновательные упражнения. И также за них вручались медали и грамоты. Те, кому уже покорился спортивный олимп, пришли поддержать участников. Серебряный призер Сурдолимпийских игр 2017 года Тигран Колян считает, что умеренная нагрузка для людей с ограниченными возможностями здоровья значит очень много. Это и развитие своих физических возможностей, и преодоление себя самого. У всех разные таланты. Все стараются найти свой спорт, заниматься своим спортом. И заставить никого нельзя. Но все люди должны понимать, что нужно заниматься спортом за собственное здоровье. Конечно, значок ГТО не цель. Тут важнее сам путь к этой награде. И каждый, кто пришел на данное мероприятие, первый шаг уже сделал. К слову, обязательным условием участия была регистрация на сайте ГТО. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.